всем привет мне пришла камера foxer cat 3 это камеры которая нужна для курсовой на самолет можно на дрон поставить имеет очень качественную матрицу очень чувствительную можно ночью летать приходит в такой упаковке даже есть голограмма для проверки на подделку можно на сайте у них проверить все посмотрим что там за комплект ну как обычно же наклеечка и вот она камера интересно конечно упаковано все проводки довольно длинный проводок так и разъем для походу джойстика качество хорошее на линза огромный прям видимо по этой причине ночью довольно неплохо будет видно уж сумеркин вообще огнем летать читаем еще вот сам джойстик с проводком это что в настройки камеры заходить это кто-то можно от редактировать ну там яркость контрастность чувствительность но базовые настройки вполне неплохи так ночью будем сейчас устанавливать это все дело в крыло вот оно крыло старую камеру сейчас будем демонтировать в принципе этому я не сильно закрепил так что вынуть будет не проблема это я ее прикрывал через армированный скотч на всякие пожарами там если может в облака летать чтобы вода там не попадала или там дождь если попаду тоже камеры ну какая-то особо на ум им микро это размер стоило на четверо не там 7 долларов и по моему два или три доллара доставка ночью около 10 баксов тоже идет джойстиком с таким же ну вот посмотрите разницу в принципе размер одинаковый но по линзе это просто рядом не стоит так теперь надо будет отпаять старые провода и перепаять новый разъем тогда потому что этот наверное не подойдет ну да это здесь бы слева видно даже он больше а так еще и распиновка там даже отличается так то может и можно было в первых хотя бы три контакта воткнуть распиновка это не позволит можно конечно проводки ну ладно лучше оставим все как есть ничего менять не будем так ну вынуть не проблема на длина вообще отличные процент на 30 длиннее чем старый кабель только джойстик откуда класть наверное буду и просто в тушке в правом отсеке возить потому что если его оставить там все-таки провод не миг длинный и он будет лежать скорее всего в отсеке где видеопередатчик сам но так как корпус там никак не защищенный пластиком ничем не гранируем и чуть коротнет дам пины очень отличаются сильно от старый может хотя не инвертирован и качество обещает на ней очень хорошая как бы за свою цену она стоит того ну сейчас все установим и пойдем летать вашего она конечно работала ну и чё-то по поводу того что браки приходят по этим камерам я еще не слышал ну первым быть не охота так в общем наверно сейчас сразу все дела как паяю сниму тюрьму усадку и и и и и и и там кстати на том проводе последний контакт это датчик то то есть можно подключить напрямую к аккумулятору и таким образом у вас камера будет на своей встроенной usd показывать заряд аккумулятора вполне в принципе удобно если вы летаете на каком-то дешевом контроллеру которую нету из да и вообще без контроллера то есть напрямую подключаете полетник у которой есть ппм-выходы но провода довольно мягкие и удобные думаю ничего с ней вообще не должно случиться термоусадочки сразу заранее нацепим ну эту камеру в итоге установил какой-нибудь другой судьба уже лет какой-нибудь очередной изолировать контакты очень рекомендую потому что если у вас рядом что-то будет проходить не бог закоротит и спалите не только камера но еще и usd на полетнике ну и вообще может сам полетник улетит у вас крайне нежелательно такое плюс вот этот плюс это nc 509 подделка китайская на самом деле он фактически по характеристикам аналогичен rma 223 что который нос это самый популярный но только как оригинальный между тоже китайские рима это вообще хлам какой жирный поминает вот этот дешевый который для пайки используется в строительных магазинах продается конечно весу поесть вообще неудобно и такую проблуду надо использовать я покажу третий рукав по называется вообще-то желательно что все закрепить чтобы ничего вас не шаталась ты вот так вот делаю конечно неправильно немного провода кстати скажу что вот эти все идут силиконовые что в принципе на камеры паяльником 230 градусов по у меня выставлено нифига не оплавляет изоляцию очень хорошие провода ну и те которые он кстати видно слева вверху у меня стоят под армирным скотчем это тоже упаковку покупал таких проводов там по 200 метров что я суммарно а в г-26 по моему тоже силиконовой изоляции ну вот он это и есть провод как раз ну я нанесу просто термоусадку сажу что ничего там не задевал предварительно так вот лучше загибать таким образом термоусадка намного плотнее сидит и они с ним не не подпишись а вот и все провода всегда скручиваете то есть вот как он идет вот этой косичкой такой что мы сделаете вроде как помещи какие-то снижает не знаю конечно сколько раз и так они у меня валялись по прямой выправленным больше мне кажется эстетически чисто теперь надо просунуть будет вот туда но есть что-то погорячился и скорее всего это не особо выйдет блин потому что надо было вначале лучше просунуть провода с той стороны и припаивать неудобно то тяжело подлезть то что той камеры то маленький был этот разъем вот это уже большой сейчас поход помаю все с этим делом в общем так не делайте лучше просунете начали провод а потом уже паять его да в общем зря я так сделал ну зато увидите как это реально все делается все ошибки и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, наконец-то все собралось Ну вот смотрите, как это выглядит В очках Фу, то есть в шлеме Очков у меня нет, шлем Вообще шикарно, конечно, четкость И нет задержки вообще почти никакой Ну это вот, кстати, по поводу аналога Или HD, когда цифровое используется Конечно, картинка не такая четкая, как HD Но зато проблем никаких нет Вон, задержки вообще нет Просто ноль Ну ладно, сейчас перейдем К испытаниям вечерним Ну, как можете видеть, справа это GoPro Слева это вот это есть камера Это уже сумерки То есть камера довольно GoPro все-таки вытягивает Вечерние съемки Но уже видно шумов очень много Так что можете посмотреть, какое качество Вот иду на посадку То есть гляньте, что-то как слева Как будто днем в паспортной погоде И как справа Погода, кстати, паспортная и темно Ну, дальше покажу вам Как вот эта дешевая камера Я ее поставил на коптер Который у меня на Орду Как вы видите, она даже тормозит просто видео Хотя днем, в принципе, неплохо Можно летать Но это уже стемнело А вот уже этот Cat 3 Качество, конечно, на уровне вообще Ну, а вот сейчас покажу Как это с телефона с обычного видно Так что я могу сказать Камера отличная Всем рекомендую Кому понравился видос Лайк, подписка, колокольчик В общем, всем пока Надеюсь, обзор будет вам полезен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok